Всем привет! Чёрт меня дернул сегодня послушать Франкозаппу. Вот эту пластинку Zootalers. Почему я говорю, что чёрт меня дернул послушать Франкозаппу? Ну, потому что, когда я слушаю Франкозаппу, когда я начинаю его слушать, мне долгое время потом не хочется слушать ничего другого. И я слушаю альбом за альбомом и не один день даже бывает. Потому что, ну, после музыки Франкозаппа как-то слушать что-либо другое как-то нелепо и смешно, мне кажется. Потом это проходит. Потом я возвращаюсь в мир, в мир современной и старинной музыки. Но вот поставил на проигрыватель, послушал и всё. И я поехал дальше по запе, потому что я безумно люблю эту музыку, безумно люблю этого человека. Наверное, одного из главных композиторов 20 века, если так уж говорить серьёзно. Удивительный совершенно музыкант и очень хорошая пластинка. Таким замечательным оформлением. Такие красавцы. 1976 год. Здесь не все музыканты сфотографированы, которые принимают участие в записи. В частности, Кэптен Биффорд здесь играет и много кто ещё. Рутендер Вуд, как обычно, на перкуссии и синтезаторах. Терри Бозио. Барабанщик молодой тут сидит. Металист страшный. Да, Терри Бозио, все знают, любят. Ну, вот эта пластинка 1976 года, она единственная, которая вышла на фирме Warner. У Запы было очередное судилище, бесконечное его судебное разбирательство, которое всю жизнь его сопровождали. Ну, в общем, собрал он такой состав и записал ломовой совершенно альбом, который я могу сравнить, наверное, идеологически я его могу сравнить с пластинкой King Crimson Red, которая декларативно заявила о конце традиционного рока, о переходе в другое качество рок-музыки. Что и произошло, собственно говоря, ничего в этом противоестественного нет, так и случилось. Вот эта пластинка тоже 1976 год и тоже самое музыкальное заявление, что старый рок закончил своё существование, начинается новая эпоха. Ну, умные люди, большие музыканты, они, в общем, всё это предвидели, чувствовали и выражали в своём творчестве. Извините за пафос. Ну, музыка здесь, как и на любом альбоме Запы, отличается от предыдущего и от будущего. Всё совершенно штучный товар. Ну, в данном случае товар очень хороший, очень необычный. У Винда Блокин и Нагиас Стейшн первое произвели... Во-первых, песни очень короткие здесь, за редким исключением. Например, там, Дотовщина и Вастапс длится 10 минут, ну, 9.52. Остальные все достаточно короткие. То есть можно сказать, что это поп-альбом или рок-альбом. Как всегда у Запы с большим юмором и иронией над этим самым роком, над этим самым попом, над этими самыми попами. Если говорить о множестве поп-пластинок. Значит, Уинда Блокин и Нагиас Стейшн вроде бы просто хард-рок, линейный такой, линейный, тяжёлый хард-рок, но как всегда у Запы накручено и голосовых всяких штучек, и ритмических сбивок, и таких внутренних пауз, остановок, стоп-таймов. Но при этом ощущение движения вперёд, бесконечного рока, гитарного такого, оно сохраняется. И довольно прямая песня, но если возможно вообще прямые песни у Запы, то она, можно говорить, что она прямая, ну очень интересная, с женскими бэками, с женским пением, там поёт, кто же здесь поёт-то, поёт Дэви Мор, лид-вокал и бэкграунд-вокал, там несколько голосов она поёт, яростным просто воплем. Она не поёт, она вопит просто, ну вопит всё по ноткам, как у Запы, у него же всё по ноткам всегда, он всегда так, никаких вольностей не допускал, всё очень здорово, он такой ракешник просто. Первая песня прямо вламывает, не зря я вот в этой майке, что Моторхед или что-то написано, да, Моторхед. Моторхеда сегодня не будет, здесь это покруче Моторхеда, врубает так, что мало просто уже не кажется. Далее идёт Блэк Напкинс, четыре с половиной минуты, идеальная инструментальная песня. Вообще здесь песня, произведение. Вообще здесь такие вещи, как Блэк Напкинс, Зут Алюрс, сама по себе заглавная песня, и кусочек Де Торча Невестапс, к которой я подойду попозже. Вот Блэк Напкинс и Зут Алюрс, это такие гитарные, не хочется говорить, работы, такие гитарные пьесы удивительные, которые входили, не входили, которые игрались на множестве концертов потом Фрэнка Заппа, и открывали концерты даже этими песнями. Группа Заппа открывал, собственно говоря, и Блэк Напкинс играл в начале концерта Зут Алюрс там местами, потому что это такие показательные гитарные заявления виртуоза, абсолютного, абсолютного виртуоза, с безумной фантазией, с ярчайшим композиторским мышлением, необычно, красиво, неожиданно и технически совершенно просто все это сделано. И если я не ошибаюсь, Блэк Напкинс это запись с концерта в Осаке в Японии в 1976 году. Заппа писал большинство своих концертов, если не все, он записывал в хорошем качестве и распределял потом кусочки этих живых выступлений в разные альбомы. Вот это Блэк Напкинс как раз, кто-то никогда не скажет, что это концертная запись, она выходит из первой песни, вот этой Блэк Напкинс, и переходит, это изумительное гитарное произведение, скоростное и лирическое одновременно, и скоростное, и яркое, и жесткое, и нежное. Ну, музыкант все это делал осмысленно. Переходит в The Torch and Never Stabs, 10-минутная пьеса, гитарная, практически на двух аккордах построенная, где бас-гитару играет Заппа, лидер-гитару играет Заппа, кусочки синтезаторные играют Заппа. Это пытка, которая не останавливается, очень красивая гитарная игра, невероятное женское пение женщины, которую то ли ее мучают, то ли она кричит в экстазе. До сих пор никто толком понять не может, и разобраться в этом, вот в этих воплях женских, которые сопровождают песню про то, что пытка никогда не заканчивается. И где-то я видел кусочек концерта, по-моему, в Финляндии, когда Фрэнк Заппа сказал, что сейчас будет «The Torch and Never Stabs» и стал играть 15-минутную, по-моему, версию этой песни. Это с одной стороны юмор, с другой стороны, может быть, и нет. Для тех, кто не выдерживает 15 минут игры на гитаре, это было, конечно, «The Torch and Never Stabs». Но песня ярчайшая, запоминающаяся навсегда. Если кто не слышал Фрэнка Заппа, начните с этого альбома, ну, хотя бы даже с этой самой песни «The Torch and Never Stabs», запомните на всю жизнь. Это я вам гарантирую. Ну, и в конце «Мистер Пинки» с очень хорошим голосовым... таким... с очень хорошей голосовой линией, я скажу так, где Заппа поет, там несколько голосов, очень-очень-очень красиво и очень-такую раскачку. Характерная для Заппа песня и достаточно роковая тоже. Вообще весь альбом очень роковый. «Find Her Fine» на второй стороне открывается. такой... качающийся, полупьяный, но при этом очень точно сыгранный, очень качественно. Всё, всё так расставлено по месту. Такой... Такая затягивающая штука. Хочется подпевать, хочется покачиваться, хочется как-то поучаствовать, посопереживать тому, что делает артист. Естественно, с неожиданными остановками, с неожиданными голосовыми штучками. Всё здорово, всё нескучно, всё очень интересно. И дальше идёт «Friendly Little Finger», четыре с половиной минуты, инструментальная пьеса, где Заппа вспоминает современную симфоническую музыку, сыгранную на электроинструментах, рок-группой. Современная авангардная симфоническая музыка, когда оркестр в виде бэнда электрического играет одну историю, Заппа на гитаре играет совершенно другую историю, в другом ритме. То есть тут как-то полиритмия, полифония, все дела здесь просто вот в лучшем виде. И главное, это недолго. Никто не успеет устать от прослушивания этой штуки, но она при этом очень красивая, очень внятная. Не какая-то шизофрения там просто, а прописанное полотно с очень интересной гитарной игрой. В стиле рок, если кого-то это пугает, пугает слово «симфонизм» там и прочее, и прочее. «Wonderful Wino». «Wino» написано буковками. Читается «Wino». «Wonderful Wino». Эта песня, это кавер, я не помню, кто автор, но Заппа превратил ее в какой-то безумный, такой странный рок. У Заппы все безумно и странно. Очень здорово. Ну, из «Заталюрс», я уже говорил, 4 минуты 15 секунд. Как какой-то космической красоты просто гитарная игра. очень неожиданная, очень правильная и очень какая-то отсылает тоже к классической музыке. Я бы никогда не назвал это роком. Хотя формально это, да, электрогитара, барабаны, бас, все. Но никогда бы я не назвал это роком, рок-н-роллом, рок-музыкой. Это какое-то отдельное направление. Отдельная музыка Фрэнка Заппы. Он, кстати, говорил о прогрессивном роке и не отнес к понятию прогрессивный рок ни «Ес», ни «Дженесис», ни «Джет Ратал», ни «Прокл Харум». Он говорил, что это все, это все рок. Это все рок просто, ну, где-то попроще, где-то посложнее, где-то побольше инструментов, где-то вставки из классики, где-то их нет. Но это все рок-музыка. Что здесь прогрессивного? Это та же самая рок-музыка, просто, ну, какими-то такими другими средствами сыгранная. В общем, в чем отличие-то? В количестве инструментов, в количестве партий, в скорости игры. Ну, по сути, рок-музыка. Так вот это вот «Зуталюрс» — это не рок-музыка. Это прогрессивный рок. Я так присоединюсь здесь к Фрэнку Заппе. И «Диско Бой» в конце. Пять минут с лишним идет песня, которая предваряет накатывающуюся эпоху диско. Заппи прекрасно все это видел, прекрасно все это слышал, прекрасно понимал то, что ждет массовую культуру, во что она превратится, во что превратятся слушатели, во что превратятся политики, и к чему все это в конечном итоге может привести, что мы и наблюдаем сейчас. «Умный был человек» Франк Заппа. Все это нам сыграл, на самом деле. Не только здесь, и на других альбомах тоже. Поэтому очень-очень советую. Ну, а я, как уже и говорил, послушав вот эту пластинку, вспомнив «Total Recall», вспомнив все, отправился в путешествие по следующим альбому Заппа. Потому что из этой штуки не вырваться так просто. Она настолько хороша, что просто не вырваться никак и никуда. За это я немедленно выпью, чего и всем желаю. Но главное, чтобы со здоровьем все было хорошо. Не увлекайтесь. Заппа, кстати, в этом деле поможет вам. За исключением того, что он курил табак, как и я. Он не употреблял никаких препаратов, изменяющих сознание. Ненавидел пиво. Может быть, многие меня не поддержат в этом. Он говорил, что пиво вообще – это путь к фашизму. Ну, это его личное мнение такое. Но, тем не менее, вообще, очень все с ним интересно и непросто. Фрэнк Заппадзут Алюрс, 1976 год. Пошел пить и пока.